Клиффорд Саймак. Пыльная зебра. Прочитано специально для Пафин Кафе при поддержке слушателей на Патреоне. Ничего в доме нельзя человеку держать. Вечно всё теряется, вечно всё пропадает. А ты ищешь, перерываешь всё вверх дном, на всех орёшь, всех расспрашиваешь, подозреваешь. И так в каждой семье. Но запомните одно. Не старайтесь выяснить, куда пропадают вещи, кто бы это мог их взять. И думать не думайте, заниматься расследованием. Себе дороже станет. Вот, послушайте, какой случай был со мной. Шёл я с работы и купил по дороге лист почтовых марок. Хотел разослать чеки, оплатить месячные счета. Но только я сел заполнять чеки, как ввалились супруги Марш и Льюис Шоу. Льюиса я недолюбливаю, да и он меня едва выносит, но Марш с Эллен добрые подруги. Они заболтались, и чета-шоу проторчало у нас весь вечер. Льюис рассказывал мне, чем он занимается в своей исследовательской лаборатории. Я пытался заговорить о другом, но он всё долбил одно и то же. Думает, наверное, что раз сам увлекается, то и другие должны интересоваться его работой. А я в электронике ничего не смыслю, микромодуль от микроскопа не отлечу. Унылый был вечер, и, что хуже всего, мне и заикнуться об этом было нельзя. Эллен тот час бы на меня набросилась, стал бы говорить, что я берёг. И вот на следующий день я пошёл после обеда в свой кабинет заполнять чеки и, разумеется, обнаружил, что марки пропали. Я оставил марки на письменном столе, но теперь на столе не было ничего, кроме кубика. Хотя юный Билл не интересовался кубиками уже несколько лет, они время от времени всё ещё оказывались в самых неподходящих местах. Я кинул взглядом комнату, потом подумал, что марки, вероятно, сдуло со стола и, стоя на четвереньках, обшарил весь пол. Марк нигде не было. Я пошёл в гостиную, где, уютно устроившись в кресле, Эллен смотрела телевизор. «Не видела я их, Джо», — сказала она. «Посмотри у себя на столе». Именно такого ответа я и ожидал. «Может, Билл знает, — предположил я. Его сегодня почти целый день дома не было. Когда появится, спросишь, а где он болтается? Занят коммерцией, меняет тот новый пояс, который мы ему купили, на пару шпор. Не вижу в этом ничего дурного. Когда я был мальчишкой, дело не только в поясе», — сказала Эллен. «Он меняет всё подряд, и хуже всего то, что он никогда не остаётся в проигрыше». Смышлёный парнишка растёт. «Если ты будешь так относиться к этому, Джо, моё отношение тут ни при чём», — сказал я. «Такие отношения существуют во всём деловом мире. Когда Билл вырастет, вырастет и попадёт в тюрьму. Если б ты видел его за этим занятием, ты бы тоже сказал, что ему прямая дорога в арестанты». Ладно, я поговорю с ним. Я вернулся в кабинет, потому что атмосфера в гостиной была не такой дружественной, как хотелось бы, и потом мне надо было послать чеки, независимо от того, нашёл я марки или не нашёл. Я вынул из ящика пачку счетов, чековую книжку и авторучку. Потом протянул руку, чтобы переложить кубик и освободить место для работы, но как только он оказался у меня в руке, я понял, что это не детский кубик. Вес и размеры у этого предмета были как у кубика, и на ощупь он напоминал пластик, разве что такого гладкого пластика я никогда не встречал, но он был сухой и в то же время как маслом намазанный. Я положил его на стол и придвинул лампу поближе. Но ничего особенного не увидел, кубик как кубик. Вертя его в руке, я старался определить, что это такое. И вдруг увидел на одной из его сторон небольшое продолговатое углупление, совсем маленькое, почти царапину. Я присмотрелся и увидел, что углубление выточено, и над ней его бледная красная полоска. Могу поклясться, что эта красная полоска мерцала. Я поднес предмет ближе к глазам, но мерцание прекратилось. То ли краска вдруг обесцветилась, то ли мне все это померещилось, но уже через несколько секунд я не был уверен, что там была какая-либо полоска. Я подумал, что эту штуку где-то нашел или выменял Билл. Мальчик как галка все в дом тащит, но в этом нет ничего дурного. Как нет ничего дурного в его коммерции, чтобы там не говорила Эллен. Это прекрасные деловые задатки. Я отложил кубик в сторону и занялся чеками. На следующий день во время перерыва на ланч я снова купил марки. Но целый день я то и дело начинал размышлять над тем, куда могли деться вчерашние. Я совсем не думал о скользком на ощупь кубике. Возможно, я бы вовсе забыл о нем, если бы, вернувшись домой, не обнаружил, что у меня пропала ручка. Я пошел в кабинет за ручкой и увидел ее на столе, на том самом месте, где оставил вчера вечером. Я не помнил, оставлял ли я ручку на столе или нет, но, увидев ее, тот час вспомнил, что забыл положить ее обратно в ящик. Я взял ручку, и оказалось, что это вовсе не ручка. На вид предмет был похож на пробковый цилиндрик, но для пробки он был слишком тяжелый. Мне вдруг показалось, что это складная удочка, только поменьше и потяжелее. Представив себе, что это складная удочка, я сделал движение, будто забрасываю ее. И вдруг, и в самом деле неизвестный предмет оказался складной удочкой. Она, видимо, была сложена, а затем выдвинулась, как настоящая удочка. Но, странное дело, видны были только первые фута четыре, а все остальное растаяло в воздухе. Я инстинктивно дернул удочку вверх, и на себя, чтобы высвободить конец, попавший бог знает куда, удочка была подалась, а потом я вдруг почувствовал, что на конце ее повис какой-то груз. Точно я подсек рыбу, но только рыба это не билась. Затем так же быстро это ощущение исчезло. Груз как бы мгновенно сорвался с удочки, она сложилась, и в руке у меня снова был предмет, похожий на авторучку. Я осторожно положил его на стол, твердо решив не делать больше никаких взмахов. И только тут заметил, что рука у меня дрожит. Я сел, тараща глаза на предмет, похожий на пропавшую ручку, и на другой предмет, похожий на детский кубик. И вот тут-то, уголком глаза, я и увидел посредине стола маленькое белое пятнышко. Оно было на том самом месте, где сначала лежала мнимая ручка, да и кубик вчера вечером я нашел, пожалуй, именно там. Оно было цвета слоновой кости и имело в диаметре примерно четверть дюйма. Я ожесточенно потер его большим пальцем, но пятно не стиралось. Я закрыл глаза, чтобы дать возможность пятну исчезнуть, и тот час, открыв их, с удивлением убедился, что пятно на месте. Я склонился над столом и стал рассматривать его. У меня было такое впечатление, будто в дерево тщательно вделали пластинку слоновьей кости. Я не мог обнаружить никакого зазора между деревом и пятном. Прежде его там не было. В этом я совершенно уверен. Если бы оно было, я непременно заметил бы. Более того, его заметила бы Эллен, потому что она чистюля, у нее нет нигде и пылинки. Да и где это слыхано, чтобы продавали столы, инкрустированные одной единственной пластинкой слоновой кости? Нигде не купишь и вещи, которые похожи на ручку, но превращаются в складную удочку. Причем тонкий конец ее исчезает и подцепляет что-то невидимое. Ручку, которая в следующий раз, возможно, не потеряет то, что подцепило, а выволочит на свет Божий. Из гостиной послышался голос Эллен. «Джо, да, что тебе? Ты поговорил с Биллом?» «С Биллом? О чем? О его коммерции?» «Нет, забыл как-то. Смотри, поговори, он опять взялся за свое. Выторговал у Джимми новый велосипед, сучил ему всякий хлам. Я заставил его вернуть велосипед. Я поговорю с ним. Снова пообещал я. Но, как помню, тогда мне было не до этики поведения моего сына. Ничего в доме нельзя держать. Вечно теряешь то одно, то другое. Точно знаешь, куда положил вещь, уверен, что она на месте, а охватишься — ее уже и нет. И всюду так вещи теряются, и потом их вовек не сыщешь. Но другие вещи на их месте не появляются. По крайней мере, я сроду о таком не слыхал. Впрочем, бывали, наверное, случаи, когда человек находил другие вещи, брал их, рассматривал, удивлялся, что это такое, а потом зашвыривал куда-нибудь в угол и забывал. Может быть, склады утеля в самых разных уголках мира забиты всякими неземными кубиками и сумасшедшими удочками. Я встал и пошел в гостиную, где Эллен настраивала телевизор. Наверное, она заметила, что я расстроен, и потому спросила. «Что еще случилось? Не могу ручку найти». Она рассмеялась. «Прости, Джон, но ты невыносим. Вечно все теряешь». Ночью, когда Эллен уже заснула, я лежал и все думал о пятне на столе. Пятно, казалось, говорило. «Коль ты коммерсант, клади прямо сюда, что у тебя есть, и мы произведем обмен». И тут мне в голову пришла мысль. А что будет, если кто-нибудь сдвинет стол? Долго я лежал, стараясь успокоиться, уговорить себя, что все это чепуха и бред. Но отделаться от этой мысли я уже не мог. Наконец я встал и потихоньку, словно ворон и хозяин дома, выскользнув из спальни, пошел в кабинет. Закрыв дверь, я включил настольную лампу и поскорее бросился смотреть, не исчезло ли пятно. Оно было на месте. Выдвинув ящик стола, я поискал там карандаш, но вместо карандаша под руку мне попался один из цветных мелков Билла. Я встал на колени и тщательно очертил на полу ножку стола, чтобы потом поставить его точно на место, если кто-нибудь его сдвинет. Затем я как бы машинально положил мелок точно на пятно. Утром перед уходом на работу я заглянул в кабинет. Мелок все еще лежал на месте. У меня немного отлегло от сердца. Мне удалось убедить себя, что все это игра воображения. Но вечером, после обеда, я снова пошел в кабинет и обнаружил, что мелок пропал. На его месте лежало какое-то треугольное устройство с чем-то вроде линз на каждом углу, а посредине треугольника к каркасу из какого-то металла крепилась штука, явно напоминавшая присоску. Я еще раз сматривал ее, когда в кабинет вошла Эллен. «Мы с Марч идем в кино», — сказала она. «Почему бы тебе не пойти и не выпить с Льюисом пиво?» «С этим чванливым болваном?» «Что ты имеешь против Льюиса?» «Ничего, наверное». Мне было не до супружеских ссор. «Что это у тебя?» — спросила Эллен. «Не знаю, вот нашел. Ты прямо как Билл всякую дрянь стал в дом тащить. Любому из вас только волю дай весь дом замусорите». Я смотрел на треугольник, и сколько ни думал о нем, в голову все приходило одно. Наверное, это очки. Удерживаются они на лице, по-видимому, при помощи той присоски, что посредине. Странный способ носить очки, но если подумать, такое предположение не лишено оснований. Во всяком случае, это значит, что у владельца очков три глаза, расположенных на лице, треугольником. Эллен ушла, а я все сидел и думал. И думал я о том, что хоть я и недолюбливаю Льюиса, без его помощи мне не обойтись. И вот, положив мнимую ручку и треугольные очки в ящик стола, а фальшивый кубик в карман, я отправился в дом напротив. У Льюиса на кухонном столе была расстелена кипа-синек, и он тотчас принялся мне что-то объяснять. Я изо всех сил делал вид, что разбираюсь в чертежах. На самом деле, я не смыслил в них ни уха, ни рыло. Наконец, мне удалось ввернуть словечко. Я вытащил из кармана кубик, положил его на стол и спросил. «Как думаешь, что это?» Я думал, он тут же скажет, что это детский кубик, но он этого не сказал. Видимо, что-то подсказало ему, что это непростой кубик. Вот что значит техническое образование. Льюис взял кубик и повертел его в руке. «Из чего это сделано?» Взволнованно спросил он. Я пожал плечами. «Я не знаю, что это и из чего это. Ничего не знаю. Вот просто нашел». «Ничего подобного я сроду не видел». Он заметил углубление на одной из сторон кубика, и я понял, что он клюнул. «Позволишь мне взять это с собой в лабораторию? Постараемся разобраться». Я, разумеется, знал, что ему надо. Если кубик — какое-нибудь техническое новшество, он хотел воспользоваться случаем. Но это меня нисколько не беспокоило. У меня было предчувствие, что слишком больших открытий он не сделает. Мы выпили еще по нескольку стаканов пива, и я пошел домой. Там я разыскал пару старых очков и положил их на стол как раз на пятно. Я слушал последнее известие, когда вошла Эллен. Она обрадовалась тому, что я провел вечер с Льюисом и сказала, что мне следовало бы сойтись с ним поближе. А уж там он, может быть, мне понравится. Она сказала, что раз они с Мардж — такие близкие подруги, то просто стыдно, что мы с Льюисом не дружим. «Может, и подружимся», — сказал я, и на этом прекратил разговор. На следующий день Льюис пришел ко мне на работу. «Где вы взяли эту штуку?» — спросил он. «Нашел?» — сказал я. «Вы имеете хоть какое-нибудь представление, что это такое?» «Никакого», — весело сказал я, «потому-то я и дал ее вам. Ее приводит в действие какая-то энергия, и одна предназначена для измерений. Выемка на одной из сторон служит для считывания показаний. Индикатором, видимо, является интенсивность цвета. Во всяком случае, цветная полоска в выемке все время меняется. Не сильно, но все же это можно заметить». Осталось только выяснить, что она измеряет. «Джо, а вы не знаете, где нам достать еще одну такую штуку?» «Не знаю». «Видите ли, в чем дело?» — сказал он. «Нам хотелось бы покопаться в ней, чтобы понять, как она действует. Но вот вскрыть ее мы никак не можем. Наверное, ее можно взломать, но мы боимся, вдруг испортим. Или она взорвется, если бы у нас была еще одна. Мне очень жаль, Льюис, но я не знаю, где взять другую». На этом разговор и кончился. В тот вечер я шел домой, думая о Льюисе и улыбаясь про себя. Малый завяз в этом деле по самые уши. Он теперь спать не будет спокойно, пока не узнает, что это за штука. И, наверное, на недельку оставит меня в покое. Я прошел в кабинет. Очки все еще лежали на столе. Я постоял, немного раздумывая, в чем же тут дело. Потом заметил, что стекла имеют розовый оттенок. Взяв очки, я обнаружил, что стекла заменены на другие того же сорта, что и в треугольных очках, которые я нашел вчера вечером. Тут в кабинет вошла Эллен, и не успела она еще и рта открыть, как я догадался, что она ждала меня. «Джо Адамс, что все это значит?» громко спросила она. «Ничего», — ответил я. «Мардж говорит, что ты совсем расстроил Льюиса?» «Ну, немного же надо, чтобы его расстроить. Что-то происходит, — не отставала Эллен, — и я хочу знать, что именно». Я знал, что мне не уйти от ответа. Я занимаюсь коммерцией. «Меняешься? И это после всего того, что я тебе рассказывала о Билле? Но это совсем другое дело. Коммерция есть коммерция». Билл вошел в парадное, но, видимо, услышав, как мать сказала «коммерция», выскочил обратно. Я крикнул ему, чтобы он вернулся. «Садитесь оба и слушайте, что я вам скажу», — приказал я. «Задавать вопросы, высказывать предположения и устраивать мне головомойку будете, когда я закончу». Мы все трое сели, и заседание семейного совета началось. Убедить Эллен мне удалось не сразу. Пришлось показать пятно на столе, треугольные очки и собственные очки, которые были присланы мне обратно, после того, как в них вставили розовые стекла. В конце концов, она была готова признать, что кое-что действительно происходит. Но это не помешало ей дать мне, нагоняя за то, что я обвел на полу ножки стола. Ни ей, ни Биллу ручки удочки я не показывал, потому что боялся. Помашут ею, а потом кто знает, что случится. Билл, разумеется, весь загорелся. Коммерция — это по его части. Я предупредил, чтобы они не говорили никому ни слова. Билл не сказал бы, потому что его хлебом не корми, а дай поиграть во всякие секреты, шифры и прочее. Но Эллен чуть свет побежала бы к Мардж и выложила всё по секрету. Здесь уж что ни делай, что ни говори, ничего не поможет. Билл тотчас захотел надеть очки с розовыми стёклами, чтобы посмотреть, отличаются ли они от обычных. Но я ему не позволил. Я и сам хотел надеть эти очки, но, по правде говоря, боялся. Когда Эллен пошла на кухню хлопотать насчёт обеда, мы с Биллом занялись стратегией. Для своих десяти лет Билл — человек очень здравомыслящий. Мы порешили, что для ведения своих коммерческих дел нам следует разработать какую-нибудь систему, ибо, как указал Билл, заглазный обмен предприятие рискованное. Надо бы сообщить тому малому, что он может получить за свои вещи. Но для того, чтобы прийти к взаимопониманию при торговле с кем бы то ни было, надлежало наладить какую-нибудь систему общения. А как общаться с тем, о ком вы ничего не знаете, кроме того, что у него, возможно, три глаза? И тут Билл подал великолепную идею. Он сказал, что нам нужно сделать одно — послать каталог. Если собираешься с кем-нибудь торговать, то, само собой, понятно, в первую очередь необходимо сообщить, что ты можешь предложить. Учитывая особые обстоятельства, нужен был каталог иллюстрированный. Впрочем, даже он мог оказаться бесполезным, так как не было никакой уверенности, что коммерсант, скрывающийся где-то по ту сторону моего письменного стола, поймет, что означает та или иная картинка. Может быть, он вообще понятия не имеет о картинках. Может, он и видит-то по-другому, не в физическом смысле, хотя и это возможно, а придерживаясь другой точки зрения, руководствуясь чуждым нам мировоззрением. Но поскольку иного пути не было, мы засели за разработку каталога. Билли считал, что нам надо нарисовать его, но ни он, ни я художественными способностями не отличались. Я предложил вырезать иллюстрации из журналов, но эта мыслишка тоже была не фонтан, потому что на рекламных картинках товары обычно изображаются приукрашенными. Художники заботятся только о том, чтобы привлечь внимание. И снова Билл подал великолепную идею. «Ты знаешь тот детский словарь, который мне подарила тетя Этель? Почему бы не послать его? В нем много картинок и почти ничего не написано. И это очень важно. Может, они там читать не любят». Мы отправились в комнату Билла, и в поисках словаря стали перерывать весь тот хлам, который у него накопился. Нам попался старый букварь, по которому Билл когда-то учился читать. И мы решили, что он еще лучше словаря. В букваре были хорошие, простые картинки, а текста почти никакого не было. Вы знаете, о какого рода книжке я говорю. Там стоит буква А и нарисован арбуз, буква Б и баран и так далее. Мы отнесли букварь в кабинет и положили его на стол, прикрыв им пятно, а сами пошли обедать. Наутро книга исчезла, и это было немного странно. До сих пор все исчезало только во второй половине дня. Примерно после полудня мне позвонил Льюис. «Джо, я иду к вам. Есть у вас поблизости какой-нибудь бар, где бы мы могли потолковать с глазу на глаз?» Я сказал, что такой бар есть всего в квартале от меня и что мы встретимся там. Быстренько справившись с делами, я вышел из конторы, рассчитывая прийти в бар пораньше и перехватить рюмочку еще до прихода Льюиса. Не знаю, как Льюис успел, но он меня опередил и уже сидел в угловой кабинке. По-видимому, он мчался так, что нарушил все правила уличного движения. Он уже заказал две рюмки и сидел с заговорщическим видом. Он все еще не мог отдышаться от спешки. «Мардж все мне рассказала», — молвил он. «Я так и думал. На этом можно заработать кучу денег, Джо. И об этом я уже подумал. Так что я хочу предложить вам десять процентов». «Да нет же, вы послушайте», — запротестовал Льюис. «Одному вам такое дело не потянуть. Я и пальцем не пошевельну меньше, чем за пятнадцать процентов». «Хорошо, я принимаю вас в дело», — сказал я, «потому что вы мой сосед. Я в этом техническом бизнесе ни черта не понимаю. У меня есть кое-что, в чем я не разбираюсь, и мне нужна помощь, чтобы выяснить, что это. Но учтите, я в любое время могу обратиться к кому-нибудь другому». Мы пришли к соглашению рюмки через три. Он получал тридцать пять процентов, я шестьдесят пять. «Теперь, когда все утряслось», — сказал я, «может, вы мне скажете, что вы там разузнали?» «Разузнал?» «О том кубике, что я вам дал. Вы бы не стали мчаться сюда, заказывать заранее выпивку и ждать, если бы чего-нибудь не разузнали?» «Видите ли, в сущности...» «Погодите-ка минутку», — перебил я его. «Мы запишем это в контракте. В случае неспособности представить полный и подробный анализ...» «Что это еще за контракт?» «Мы заключим контракт, за нарушение которого любой из нас может судебным порядком обобрать другого до нитки». «Чертовски неприятно начинать с этого деловое предприятие, но с таким скользким типом, как Льюис, иначе было нельзя. И тогда он сказал мне, что разузнал. Это прибор для измерения эмоций. Я знаю, что термин этот нескладный, но лучшего придумать не мог. А что он делает? Он говорит, счастливы или грустны вы, и как сильно ненавидите кого-нибудь. Да, — разочарованно замычал я, а на кой черт мне такая штуковина? Мне не нужен прибор, который говорит, что я злюсь или радуюсь». Льюис до того взбеленился, что даже стал красноречив. «Вы разве не понимаете, какое значение приобретает этот инструмент для психиатров? Он будет говорить о пациентах такое, чего сами они никогда не отважились бы рассказать. Его можно использовать в психиатрических клиниках, и можно замерять реакцию людей при посещении зрелищ, в политике, при введении новых законов. Да где угодно. Хватит трепаться, пускаем в продажу. Но в этом-то всё и дело. В чём? В том, что производить эти приборы мы не сможем», — с отчаянием в голосе сказал он. «У нас нет нужного сырья, и мы не знаем, как их делать. Придётся вам выменивать их». «Я не могу». То есть могу, но не сразу. Сперва мне надо дать понять тем коммерциантам, что я хочу получить от них, а затем узнать, что они хотят получить взамен. «А какие-нибудь другие вещи у вас есть?» «Есть несколько. Отдайте-ка их лучше мне. Некоторые из них могут оказаться опасными. В общем, всё это принадлежит мне. Я дам вам, что захочу и когда захочу». И мы снова поспорили. Премени окончились тем, что мы отправились к адвокату. Мы составили контракт, который был, наверное, одним из любопытнейших курьёзов в истории юриспруденции. Адвокат, несомненно, подумал и до сих пор думает, что оба мы сумасшедшие. Но теперь это беспокоит меня меньше всего. В контракте говорилось, что мне надлежит вручать Льюису для определения технической и товарной ценности по крайней мере 90% предметов, источник получения которых контролирую я один. И что в дальнейшем вышеназванный источник остаётся на вечные времена исключительно под моим контролем. Остальные 10% могут безо всяких оговорок не передаваться для обследования, причём первая договаривающаяся сторона принимает единоличное решение в отношении определения тех предметов, которые войдут в вышеупомянутые 10%. Что же касается 90% предметов, передаваемых второй договаривающейся стороне, то это последнее обязано подвергать их тщательному анализу, представлять отчёты в письменном виде и давать такие дополнительные объяснения, которые понадобятся для полного понимания со стороны первой договаривающейся стороны в срок, не превышающий трёх месяцев со дня получения предметов, по истечении какового предмет возвращается в единоличное владение первой договаривающейся стороны. Вышеупомянутый срок изучения и определения может быть продлён на любое время лишь по заключению соответствующего соглашения между сторонами, изложенного в письменном виде. В случае, если вторая договаривающаяся сторона скроет от первой договаривающейся стороны какие-либо открытия, связанные с предметами, о которых идет речь в данном соглашении, то такое сокрытие является достаточным основанием для возбуждения дела о возмещении убытков. В случае, если будет определено, что некоторые предметы можно пустить в производство, таковые могут производиться в соответствии с условиями пунктов А, Б и С раздела 12 данного соглашения. Условия сдачи вышеупомянутых предметов должны быть оговорены и включены в качестве составной части данного соглашения. Любые доходы от вышеупомянутой продажи делятся следующим образом. 65% первой договаривающейся стороне мне — это я на случай, если вы уже запутались, что не мудрено — и 35% второй договаривающейся стороне Льюису. Издержки делятся соответственно. Разумеется, там было еще много всяких подробностей, но суть дела уже ясна. Глоток мы друг другу не перегрызли, из конторы адвоката отправились ко мне домой, где застали и марш. Льюис пошел со мной, чтобы взглянуть на пятно на письменном столе. По-видимому, коммерсант получил букварь и был в состоянии разобраться, для чего его послали, так как на столе лежала картинка, вырванная из книги. Правда, я сказал бы, что ее не вырвали, а скорее выжгли из книги. На картинке была буква «З» и рядом «Зебра». Льюис с тревогой уставился на нее. Ну и задали нам задачку. Да уж, согласился я. Не знаю, сколько она стоит, но, видно, недешево. Подумайте сами, расходы на экспедицию, сафари, клетки, перевоз по морю и железной дороге, корм, сторожа. Как думаете, нельзя ли заинтересовать его чем-нибудь другим? Я не знаю как. Заказ дан. В кабинет забрел Билл и поинтересовался, что происходит. Когда я с унылым видом сказал ему, в чем дело, он радостно воскликнул. «Если тебе хочется обменять плохой складной ножик, ты его сбываешь тому, кто не знает, как выглядит хороший. В этом весь фокус коммерции, папа». Льюис ничего не понял, а я сообразил сразу. «Правильно. Он же не знает, что зебра — животное. Он не знает даже, каких она размеров». «Конечно», — уверенно сказал Билл. «Он же видел ее только на картинке». Было уже пять часов, но мы все трое бросились в магазин. Билл нашел дешевый браслет с брелком-зеброй, которая была размером с рисунок в книге. Когда речь идет о всякой такой мелочи, мой сынишка точно знает, где что продают и что сколько стоит. Я подумал было сделать его на всякий пожарный случай младшим партнером и дать ему примерно 10% долю в прибылях. Разумеется, из 35% Льюиса, но я был уверен, что Льюис не согласится. Вместо этого я решил платить Биллу жалование — один доллар в неделю, но выплату вышеупомянутой суммы начать тот час после того, как дело станет приносить прибыль. Итак, с зеброй все было в порядке, при условии, что коммерсант удовлетворится маленькой безделушкой. Я подумал, хорошо еще, что нам не пришлось добывать зефир, который тоже на «З». С остальными буквами алфавита дело пошло легче, но я не мог не терзаться сомнениями все то время, пока пришлось ждать. Все каталоги, которые можно было послать, плохи, но хуже букваря ничего нет. Однако, пока коммерсант не познакомился со всем первым списком, другой посылать не стоило, так как я боялся, что он запутается. Поэтому я отослал ему яблоко, меч, маленькую куклу вместо девочки, игрушечную кошку, игрушечную собаку и так далее. А потом по ночам все думал, что же коммерсант будет делать со всем этим добром. Я представлял себе, как он пытается догадаться о назначении резиновой куклы или кошки. Я отдал ее и суете и другие очки, но попридержал ручку-удочку, так как все еще боялся ее. Льюис передал прибор для измерения эмоций одному психиатру, чтобы тот провел своего рода полные испытания на больных. Зная, что мы с Льюисом стали как бы компаньоны, Мардж и Эллен были теперь неразлучны. Эллен не уставала твердить, как она рада, что я наконец понял, какой надежный человек Льюис. Наверное, Мардж говорила то же самое Льюису. Билла прямо распирала, так ему хотелось похвастаться. Но он был великим маленьким бизнесменом и держал рот на замке. Разумеется, о жаловании я ему сказал. Льюис всецело стоял за то, чтобы мы сделали попытку расспросить коммерсанта о приборе для измерения эмоций. Он заказал заводскому чертежнику рисунок прибора и хотел, чтобы я отослал его, показав тем самым, что мы интересуемся прибором. Но я сказал ему, чтобы он не форсировал событий. Может, сделка с прибором для измерения эмоций и окажется выгодной, но для принятия окончательного решения нам следует ожидать присылки образцов всех товаров, которые может предложить коммерсант. Убедившись, по-видимому, в том, что с ним сотрудничают, коммерсант теперь торговал не в определенный час, а держал лавочку открытой круглые сутки. Посмотрев список товаров по букварю, он прислал обратно чистые страницы из книги с очень грубо сделанными рисунками. Казалось, он рисовал их крошащимся углем. Льюис изготовил серию картинок, чтобы показать, как пользоваться карандашом, и отослав их коммерсанту вместе с пачкой бумаги и сотней отточенных карандашей, мы принялись ждать. Мы ждали неделю и уже стали выходить из себя, когда вся пачка бумаги вернулась обратно. Каждый листок был с обеих сторон покрыт самыми различными рисунками. Для того, чтобы коммерсанту не было скучно, мы послали каталог товаров, которые можно заказать по почте, а сами уселись разгадывать рисунки. Назначение всех вещей без исключения было совершенно непонятно, даже Льюису. Он всматривался в рисунки, потом вскакивал, метался по комнате, рвал на себе волосы, дергал себя за уши, затем снова принимался рассматривать рисунки. Для меня это была комедия да и только. Наконец мы порешили, что на время затею с каталогами надо оставить, и принялись класть на письменный стол все, что попадалось под руку. Ножницы, тарелки, перочинные ножи, клей, сигары, скрепки, ластики, ложки. Я знаю, что мы действовали не по-научному, но у нас не было времени придерживаться какой-либо системы. Потом, при случае, мы выработали бы более разумную программу, а пока не хотели дать коммерсанту времени опомниться. И коммерсант принялся бомбардировать нас с вещами в ответ. Мы сидели часами и отправляли товар ему, а он нам, и у нас на полу образовалась куча самого невероятного хлама. Мы установили кинокамеру, извели уйму пленки на то, чтобы заснять пятно на столе, где происходил обмен. Мы потратили массу времени, просматривая пленку, замедляя чередование кадров и совсем останавливая проектор, но это ничего нам не дало. Когда вещь исчезала или появлялась, то она просто исчезала или появлялась. В одном кадре она была, в другом кадре ее уже не было. Льюис отложил всю другую работу, и вся его лаборатория только и делала, что занималась разгадкой приборов, которые мы получили. С большинством из них мы так и не справились. Наверное, они для чего-то служили, но этого нам узнать не удалось. Был там такой флакон с духами, например. Это мы его так называли. Но мы догадывались, что духи в нем не самое главное, что так называемый флакон имеет совсем иное назначение. Льюис и его ребята, которые изучали флакон в своей лаборатории и старались разобраться, что к чему, нечаянно включили его. Они работали три дня, причем последние два в масках, пытаясь выключить его. Когда запах стал невыносимым, и люди начали звонить в полицию, мы отнесли это устройство в поле и просто закопали. За несколько дней вся растительность в округе завяла. До самого конца лета ребята с агрономического факультета университета носились всюду, как угорелые, стараясь выяснить причину. Была там штука, часы, наверное, какие-нибудь. Впрочем, с таким же успехом она могла оказаться чем угодно. Если это часы, то у коммерсанта такая система отсчета времени, что от нее в пору с ума сойти. Была там и еще одна вещица. Укажешь на что-нибудь пальцем и нажмешь на определенное место, не на кнопку, не на какое-нибудь механическое устройство, вопрос-то на определенную точку, и тот час в пейзаже появится большое пустое место. Перестанешь нажимать, пейзаж снова станет как был. Мы засунули эту вещицу в дальний угол лабораторного сейфа и привесили к ней большую красную бирку с надписью «Опасно не трогать». Но с большинством предметов мы просто вытягивали пустой номер. А предметы все поступали и поступали. Я забил ими гараж и начал уже сваливать кучи в подвале. Некоторые меня пугали, и я их из кучи изымал. Тем временем Льюис мучился с прибором для определения эмоций. «Он работает», — говорил Льюис. «Психиатр, которому я его давал, в восторге, но, по-видимому, пустить его в продажу будет почти невозможно». «Если он работает», — возразил я, передавая ему банку с пивом, «то его должны покупать. Покупали бы в любой другой области, кроме медицины. Прежде чем пускать что-либо в продажу, надо представить чертежи, теоретические обоснования, результаты испытаний и тому подобное. А мы не можем этого сделать. Мы не знаем, как он работает, не знаем принципы действия. А пока мы этого не узнаем, ни одна почтенная фирма, торгующая медицинскими приборами, не пустит его в продажу. «Ни один порядочный медицинский журнал не станет его рекламировать, ни один врач-практик не будет его применять». «Значит, на него надеяться нечего», — сказал я довольно уныло, потому что это была единственная вещь, применение которой нам было известно. Льюис кивнул, выпил пиво и стал мрачнее обычного. «Я теперь вспоминаю с улыбкой, как мы нашли устройство, которое принесло нам богатство. В сущности, это не Льюис, а Эллен нашла его. Эллен хорошая хозяйка, она вечно возится с пылесосом и тряпкой и моет рамы и подоконники с таким остервенением, что нам приходится красить их каждый год. Однажды вечером мы сидели в гостиной и смотрели телевизор. «Джо, ты вытирал пыль в кабинете?» — спросила Эллен. «Пыль в кабинете? С чего бы это?» «Видишь ли, кто-то вытер, может, это Билл?» «Билла, никакими силами не заставишь взять тряпку в руки?» «Я ничего не понимаю, Джо», — сказала она. «Я пошла вытирать пыль, а там совершенно чисто, всё блестит». По телевизору показывали что-то очень забавное, и я не обратил тогда на слова Эллен никакого внимания. Но на следующий день вспомнил об этом и уже не мог выкинуть из головы. «Я бы ни за что не стал вытирать пыль в кабинете, а Биллы подавно, и всё же кто-то сделал это, раз Эллен говорит, что там было чисто». В тот же вечер я вышел с ведром на улицу, наложил в него пыли и принёс в дом. Эллен перехватила меня в дверях. «Ты что это делаешь?» «Экспериментирую», — сказал я. «Экспериментируй в гараже!» «Это невозможно», — возразил я. «Я должен выяснить, кто вытер пыль в моём кабинете». Я отлично понимал, что если номер не удастся, то меня притянут к ответу, потому что Эллен пошла следом и стала в дверях, приготовившись, обрушиться на меня. На столе лежало много предметов, полученных от коммерсанта, а в углу валялось ещё больше. Я убрал всё со стола, и тут вошёл Билл. «Что делаешь, пап?» — спросил он. «Твой отец сошёл с ума», — спокойно объяснила Эллен. Я взял горсть пыли и посыпал ею стол. Через мгновение она исчезла. На столе не было ни пятнышко. «Билл», — сказал я, «отнеси-ка один из этих приборов в гараж». «Который?» «Любой». Он унёс один из приборов, а я сыпанул ещё горсть пыли, и она тоже исчезла. Билл вернулся, и я послал его с другим прибором. Это продолжалось довольно долго, и Билл уже начал выражать недовольство. Но, наконец, я посыпал стол пылью, и она не исчезла. «Билл», — сказал я, «Ты помнишь, какую штуку выносил последний?» «Конечно». «Ну, тогда иди и принеси её обратно». Он принёс её, и только появился на пороге кабинета, как пыль исчезла. «Вот оно», — сказал я. «О чём ты?» — спросила Эллен. Я показал на устройство, которое держал Билл. «Об этом. Можешь выбросить свой пылесос, сожги тряпки, закинь куда-нибудь швабру, достаточно одной такой штуки в доме, и тогда...» Она бросилась ко мне в объятия. «О, Джо!» И мы с ней сплясали Джику. Затем я сел и стал ругать себя на все корки за то, что связался с Льюисом. Я подумал, а нельзя ли теперь как-нибудь разорвать контракт, раз уж я нашёл что-то без его помощи. Но я помнил все эти пункты, которые мы понаписали. Да и что толку, Эллен уже побежала в дом напротив всё рассказывать марш. Я позвонил Льюису, и он мигом примчался. Мы начали полевые испытания. В гостиной не было ни пятнышка, потому что Билл прошёл через неё с прибором, да и гараж, где прибор оставался ненадолго, тоже был как вылизанный. Хоть мы и не проверяли, но я представляю себе, что на полосе параллельной дорожки, по которой Билл нёс прибор от гаража до двери дома, не осталось ни пылинки. Мы отнесли прибор вниз и вычистили подвал. Пробрались на задний двор к соседу, где, как мы знали, было много цементной пыли. И тот час вся цементная пыль исчезла. Остались одни комочки, но комочки, я полагаю, пылью считать нельзя. Этого только нам и надо было. Вернувшись домой, я стал открывать бутылку шотландского виски, которую до того хранил, а Льюис примастился за кухонным столом и нарисовал прибор. Мы выпили, потом пошли в кабинет и положили рисунок на стол. Рисунок исчез, а мы ждали. Через несколько минут появился еще один прибор. Мы подождали еще, но ничего не случилось. Надо втолковать ему, что нам надо много таких приборов, сказал я. Мы никак не сможем это сделать, сказал Льюис. Мы не знаем его математических символов, а он не знает наших, и верного способа изучить его тоже нет. Он не знает ни единого слова нашего языка, а мы его. Мы вернулись в кухню и выпили еще. Льюис сел и нарисовал поперек листа ряд приборов, а позади набросал верхушки множество других, так что казалось, будто приборов сотни. Мы послали листок, пришло 15 приборов, ровно столько, сколько было нарисовано в первом ряду. Коммерсант явно не имел никакого представления о перспективе. Черточки, которыми Льюис обозначал другие приборы, стоящие за первым рядом, для него ничего не значили. Мы вернулись в кухню и выпили еще. «Нам нужны тысячи этих штук», сказал Льюис, хватаясь руками за голову. «Не сидеть же мне здесь целыми сутками, рисуя их». «Возможно, придется посидеть», со злорадством, сказал я. «Но ведь должен же быть другой выход». «Почему бы не нарисовать целую кучу их, а потом не заготовить копии на мимеографе», предложил я. «Копии можно посылать ему пачками». Не хотелось мне говорить это так, как я уже увлекся мыслью, что засажу Льюиса куда-нибудь в уголок, и он будет приговорен к пожизненному заключению и рисованию одного и того же снова и снова. «Может быть, что-нибудь из этого и получится», сказал возмутительно обрадовавшийся Льюис. «И так просто!» «Скажи лучше дельно», отрезал я. «Если бы это было просто, то сам бы придумал. Меня такие частности не интересуют. А надо бы». Мы успокоились только тогда, когда прикончили бутылку. На следующий день мы купили мимеограф, и Льюис нарисовал трафарет с двадцатью пятью приборами, мы отпечатали сотню листов и положили их на стол. Всё вышло, как было задумано. И несколько часов мы занимались тем, что убирали со стола приборы, хлынувшие потоком. По правде говоря, у нас из головы не шла мысль о том, что захочет получить коммерсант в обмен на свои пылесосы. Но в эту минуту мы были взволнованы и совсем забыли, что это коммерческая сделка, а не дар. На следующий день вернулись обратно все мимеографические листки, и на обороте каждого коммерсант нарисовал по двадцать пять зебр брелков. И тут мы оказались перед необходимостью срочно достать две с половиной тысячи этих дурацких зебр. Я бросился в магазин, где был куплен браслет с таким брелком, но у них в запасе было всего штук двадцать. В магазине сказали, что, наверное, не смогут заказать еще одну партию. Производство сказали прекращено. Название компании, которая выпускала их, было отштамповано на внутренней стороне браслета, и едва добравшись до дому, я заказал междугородний разговор. В конце концов, я добрался до заведующего производством. «Вы знаете браслеты, которые выпускаются у вас?» «Мы выпускаем миллионы браслетов. О каком именно вы говорите?» «О том, что с зеброй». Он задумался на мгновение. «Да, выпускали такой совсем недавно. Больше не выпускаем. В нашем деле...» «Мне нужно по меньшей мере две с половиной тысячи штук». «Две с половиной тысячи браслетов?» «Нет, только зебр». «Слушайте, вы не шутите?» «Ни капли не шучу, мистер», сказал я. «Мне нужны зебры, я заплачу за них». «Так, ну, на складе нет ни одной». «Вы можете их изготовить?» «Две с половиной тысячи не сможем, слишком мало для специального заказа. Вот тысяч пятьдесят это еще разговор». «Ладно», сказал я. «Сколько будет стоить пятьдесят тысяч?» Он назвал сумму, и мы немного поторговались, но я был не в состоянии долго торговаться. В конце концов, мы сошлись на цене, которая, по-моему, была слишком высока, если учесть, что весь браслет с зеброй и прочими висюльками в розничной торговле стоил всего тридцать девять центов. «И не закрывайте заказ», сказал я. «Может потребоваться новая партия зебр». «Хорошо. А если не секрет, позвольте задать вопрос, для чего вам пятьдесят тысяч зебр?» «Не позволю», сказал я и повесил трубку. Наверное, он подумал, что у меня шариков не хватает, но мне было наплевать на то, что он подумает. До прибытия пятидесяти тысяч зебр прошло десять дней, и покоя мне не было ни на минуту. А потом, когда они прибыли, надо было найти помещение, потому что, к вашему сведению, пятьдесят тысяч зебр, даже если они брелки к браслетам, занимают много места. Но прежде всего я взял две с половиной тысячи и послал их через стол. За десять дней, прошедших со времени получения пылесосов, мы ничего не посылали, а коммерсант ничем не выражал своего нетерпения. Я бы нисколько не удивился, если бы он, например, прислал нам свой эквивалент бомбы, для того, чтобы выразить свое разочарование по поводу медленной доставки заказанных им зебр. Мне часто приходило в голову, а что он думает по поводу задержки, не подозревает ли нас в том, что мы его обманули. Все это время я без конца курил и грыз ногти, а Льюис, как мне казалось, был озабочен не меньше моего, выискивая возможности сбыта пылесосов. Когда я упомянул об этом, он смущенно посмотрел на меня. «Видите ли, Джо, меня очень тревожит одна вещь. Нам теперь беспокоиться не о чем, сказал я, кроме сбыта пылесосов. Но ведь пыль должна же куда-нибудь деваться!» Раздраженно проговорил он. «Пыль?» «Да, пыль, которую собирают эти штуки. Помните, как исчезла целая куча цемента? И вот я хотел бы знать, куда она делась? В приборе цемент поместиться не мог? В него не войдет даже недельная залеж пыли из дома средних размеров. Куда все это девается? Вот что меня тревожит. А мне все равно куда, лишь бы девалась. Деляческий подход», сказал он презрительно. Узнав, что Лью из палец о палец не ударил, чтобы обеспечить сбыт, я взялся за это дело сам. Но передо мной встали те же препятствия, что и при попытке наладить сбыт приборов, измеряющих эмоции. Пылесос не был запатентован и не имел фабричной марки. На нем не было красивой таблички с именем фабриканта, и я ничего не мог сказать, когда меня спрашивали, как же он работает. Один оптовик согласился взять партию за такую мизерную цену, что я рассмеялся ему в лицо. В тот вечер мы с Льюисом сидели за столом на кухне и пили пиво. Настроение у нас было не слишком лучезарное. Я предчувствовал тьму неприятности со сбытом пылесосов, Льюис, по-видимому, все еще тревожился о том, куда девается пыль. Он разобрал пылесос и узнал только одно. Внутри действует какое-то слабое силовое поле. Слабое то оно слабое, а все электрические вещи в лаборатории и все их чудесные измерительные приборы словно с ума посходили. Льюис сразу сообразил, к чему идет дело, и побыстрее захлопнул крышку пылесоса так, что все обошлось. Оказывается, кожух пылесоса экранировал силовое поле. По всей видимости, пыль вышвыривается в другое измерение, сказал Льюис. Своим видом он напомнил мне гончую, потерявшую след енота. А может и нет, может она возносится вверх в виде пыльного облака, вроде тех, что видняются далеко в космосе. Льюис покачал головой. Уж не хочешь ли ты сказать, что коммерсант такой дурак, что продал нам прибор, который швыряет ему пыль в лицо? Вы ничего не поняли, коммерсант действует из другого измерения, иначе быть не может. Но если есть два измерения, его и наше, то возможно есть и другие. Коммерсант по-видимому пользовался этими пылесосами сам, для той же цели, для которой собираемся использовать их мы, и наверное он тоже отделывался от чего-то ненужного, а следовательно то, от чего он отделывается, выбрасывается не в его измерение, а в другое. Мы выпили еще пиво, и я стал ломать себе голову над этим делом с разными измерениями, и никак не мог сообразить, что к чему. Наверное Льюис был прав, когда говорил, что у меня деловой подход. Разве можно поверить в другое измерение, если его нельзя увидеть, потрогать и даже представить себе. Я на такое не способен. Поэтому я снова заговорил о сбытии пылесосов, и в тот же вечер мы порешили, что нам остается только торговать ими в разнос. Мы даже установили цену 12 долларов 50 центов. Зебры нам обходились по 4 цента каждые, своим камивоезжорам мы собирались платить 10 центов комиссионных, и от продажи каждого пылесоса нам оставалось 11 долларов 21 цент чистой прибыли. Я поместил в газете объявление о найме Комиво и Жоров, и на следующий же день явилось несколько человек. Мы отправили их в пробный рейс. Пылесосы расхватывали, как горячие пирожки, и мы поняли, что наше дело выгорело. Я ушел с работы, занялся торговлей, олью и свернулся в лабораторию и принялся за гору того хлама, который мы получили от коммерсанта. Когда проводишь массовую распродажу, хлопот бывает полон рот, надо распределять районы между комиво и Жорами, получать разрешение в торговой инспекции, брать на поруки своих людей, если их сажают в кутузку за нарушение какого-нибудь постановления, принятого властями, забытой богом деревеньки. Вы себе не представляете, сколько тут всяких беспокойств. Но месяца через два дела пошли в гору. Мы наладили торговлю в своем штатах. Я заказал дополнительно 50 тысяч зебр и пообещал заказать еще. На моем письменном столе кипела работа. В конце концов, я дошел до того, что нанял трех человек, которые работали посменно круглые сутки и платил им большие деньги, чтобы держали язык за зубами. Восемь часов мы посылали зебр, затем восемь часов убирали со стола пылесосы. Следующие восемь часов снова он этого не показывал. Его, видно, вполне устраивал такой обмен. Соседи сперва сгорали от любопытства и нервничали, но потом привыкли. Если бы я мог переехать в какое-нибудь другое место, я бы так и сделал, потому что дом был теперь больше похож на учреждение, и семейной жизни у нас в сущности не стало. Но поскольку нам не хотелось терять наш бизнес, мы вынуждены были сидеть на месте, так как контакт с коммерсантом мог осуществляться только здесь. Деньги текли к нам рекой, и все финансы я передал в ведение Эллен Смардж. Сборщики подоходного налога задали нам жару за то, что мы не указывали производственных расходов, но так как мы не собирались спорить и платили, что положено, они ничего не могли поделать. Льюис в своей лаборатории вымытал себя так, что превратился в щепку. Но он не нашел ничего такого, чтобы мы могли использовать. И по-прежнему время от времени тревожился он о том, куда же девается вся пыль. И, наверное, впервые в жизни он оказался прав. Однажды, года через два после того, как мы начали продавать пылесосы, я возвращался из банка, где улаживал всякие финансовые дела, которые Эллен Смардж запутали до невозможности. Только я свернул на дорожку, ведущую к дому, как из него вылетела Эллен. Она была покрыта пылью, все лицо в грязных полосах, сроду не видал такой заморашки. «Сделай что-нибудь с этим, Джо!» закричала она. «Что случилось? С чем? С пылью! Она валит в дом! Откуда? Отовсюду!» Тут я увидел, что Эллен растворила все окна, из них столбом валит пыль. Я выскочил из машины и посмотрел, что делается на улице. Во всех домах квартала окна были открыты, из них клубами валила пыль, всюду основали злые, визжащие женщины. «Где Билл?» спросил я. «За домом!» Завернув за угол, я крикнул Билла, и он тут же примчался. Из дома напротив пришла Мардж, она рассверепела от этой пыли еще почище Эллен. «Садитесь в машину», сказал я. «Куда мы поедем?» спросила Мардж за Льюисом. Наверное, по моему тону они поняли, что я шутить не намерен, и забились в машину. Я повел ее на полной скорости. Дома, заводы, магазины, купившие у нас пылесосы, извергали столько пыли, что не видно было ни черта. Чтобы добраться до кабинета Льюиса, мне пришлось проложить себе путь через двухфутовый слой пыли, лежащий на полу лаборатории. Прикрыв нос платком, я едва спасся от удушья. В машине мы вытерли лица и отхаркали пыль, забившую глотки. Только тут я увидел, что Льюис втрое бледнее обычного. Впрочем, по правде сказать, он всегда был бледной немочью. «Это все натворили существа из того третьего измерения», испуганно проговорил он, «из того места, куда мы отправляли всю эту пыль. Им чертовски надоело, что она валится на них. Они сообразили, что надо делать, и теперь качают ее обратно». «Успокойся, Льюис, может это вовсе и не из-за наших пылесосов? Я проверил, Джойс, из-за наших. Пыль валит во всех тех местах, где есть наши пылесосы, и ниоткуда больше». «Значит, нам остается только отправить ее обратно?» Льюис покачал головой. «Не выйдет. Пылесос работает теперь только в одну сторону, от них, к нам!» Он закашлялся и посмотрел на меня безумными глазами. «Подумай, только два миллиона этих приборов собирали пыль в двух миллионах домов, магазинов, заводов. Некоторые из них функционировали целых два года. Джо, как же нам теперь быть?» «Надо спрятаться, пока все это не развеется». Имея мерзкую склонность к сутяжничеству, он верно тогда еще предвидел, что на нас обрушатся бесчисленные судебные иски. Лично я больше боялся, что разъяренные женщины устроят над нами самосуд. Ну, а теперь все это в прошлом. Мы прятались, пока люди немного не успокоились и не стали требовать своих денег обратно через суд. У нас было много денег, и мы смогли заплатить большинство из них. С нас еще должны взыскать несколько сот тысяч, но мы сможем расплатиться довольно быстро, если нападем на что-нибудь столь же доходное, как сбыт пылесосов. Льюис упорно трудится над этим, но ему пока не везет. Да и коммерсант наш исчез. Как только мы осмелились вернуться домой, я тот час отправился в кабинет и взглянул на стол. Пятно исчезло. Я пытался класть всякие предметы на то место, где оно прежде было, но ничего из этого не получилось. Что спугнуло коммерсанта, много бы я отдал, чтобы узнать. Впрочем, кое-какие коммерческие перспективы у нас есть. Взять, к примеру, розовые очки, которые мы называем очками счастья. Наденьте их и будете рады радешеньки. Почти всякий человек на земле хотел бы иметь такие, чтобы хоть на время забывать о заботах. С таким бизнесом мы бы, наверное, разорили всех торговцев спиртным. Беда только в том, что мы не знаем, как их делать, а коммерсант исчез. Теперь мы не можем добывать их. Но одно меня продолжает тревожить. Я понимаю, беспокоиться не стоит, но все равно это дело никак не идет из головы. Ну что сделал этот коммерсант с теми двумя миллионами зебр, которые мы ему послали?